Валерий Кузьмин Валерий Кузьмин Валерий Кузьмин Валерий Кузьмин Валерий Кузьмин Он говорил, когда нужно, свое слово, и был человеком с юмором, с большим, хорошим юмором настоящим, и ставил этим юмором порой на место людей, потерявших саму иронию. А вы, махатый имени Чехова, он вам запомнился в каких произведениях? В художественном театре Валерий сыграл в спектакле «Последняя жертва» Юрия Еремина с Олегом Табаковым, они партнерствовали там с другими артистами, и все любили очень этот спектакль. Валерий Павлович, были и другие работы, может быть, роли были и поменьше порою, иногда совсем маленькие, но Валера был всегда очень заметен. Спасибо большое. Мы этот год начинаем тоже с похорон, и просто пару слов про Валерию Михайловичу, потому что и современник, и МХАТ, и в общем, это да. Валерий Михайлович Левинский – настоящий строитель театра. Он пришел современник, там, после института, играл там представительную роль, и одна из вот таких регионов проектов «Васка Пепел» в спектакле «На дне». В начале 2000-х это было, что Олег Павлович Левинский тоже был в Московский художественный театр, и занял здесь свое место. Он был из тех актеров, у него не было, как сказать, принципиально это главная роль, большая роль, либо маленькая, но главное было выходить на сцену. У него было много озарений актерских в последние годы, и в «Тубакетке» он играл замечательно в спектакле «Не все, которые могли отзываться». В Московском художественном театре он репетировал до последних дней в жизни в спектакле Сергея Васильевича Женобача. «Заговоры чувств» премьера должна состояться в ближайшее время, и в этом спектакле у него небольшая роль, и, как говорит Сергей Васильевич, он с такой истовостью репетировал. Для него просто вот счастье выходить на сцену, счастье репетировать. Это вот действительно строитель театра, большой актер, большой мастер, который даже в эпизоде может сделать целый спектакль и создать невероятно запоминающийся образ. Буквально вчера по телевизору показывали «Большую перемену», где он, будучи совсем молодым актером, сыграл одну из своих лучших ролей. Все вспоминают и заслуженно «Вечный зов», где тоже он блистательно играл одну из главных ролей. Актер мультурный, актер и характерный, и драматический. Он так много мог еще сделать в искусстве, но, к сожалению, уже приходится о Валерии Михайловича и Худинскому говорить в прошедшем лету. «Большой актер», повторяю, «Строитель театра» — это самая главная. И память о нем, конечно, останется у всех, кто его любил, кто его знал надолго. А благодаря фильмам, я думаю, новое поколение буду знать о большом актере. Спасибо вам большое. Спасибо. По сожалению, ужасная традиция. В траву надежды вы хотите провожать вместе. Но что делать? Есть такая гадость. Нас окружили, и не спрашивали, кто мы. Не спрашивали звание, не спрашивали характер, не спрашивали жизнь. Какая жизнь была? Дорогой, Валерий Михайлович. Так, тепло звонят люди, твои студенты, выпускники, ребят молодых позвал сюда, кто свободен от сессии, чтобы послушали этот момент. Мне так приятно говорить про тебя, а не про вас. Ты был настоящим другом и большим человеком. Если говорить про театр-дом, то, конечно, ты был абсолютно домашний человек. На тебя хотелось дотрагиваться, с тобой хотелось обниматься. Какие-то... Ну, как же, как же, как? Все время кажется, что что-то не дадали, что-то не помогли, не примели другую больницу. И твои близкие созванивались. Ну, что же поделать, дорогой? Ты наш, ты умер в Рождество. Ты святой человек. Ну, какие-то слова начинаешь уже говорить, привыкая к этой смерти. Говорит, я не хочу, я не хочу. А что мне сказали, как мне сказали красиво про Валеру, как красиво, что можно красиво? Про близкого человека, партнера, замечательного, как он любил свои театры, в которых работают, современники. Он обожал, он встречался со своими друганами, с которыми было переговорено, выпито, рассказано, как он красиво, как он красиво выпивал, особенно в поиске, когда ездили на гастроле. Красиво это дело. Не пьянело, как он... У него очень много людей ввалируют, что было, и он становился рядом с ним генералом. Там много, что связано с этим человеком, и это понимаешь, когда он уходит. Ну, так как-то, ну, есть Валера, там, может, не видеться, есть потом, а что такое там уже. И понимаешь, начинаешь анализировать, что кем-то уже мы друг для друга являемся. И со знаком плюс, и со знаком минусом. Но, ну, как-то, Хребинский ассоциировался, что, ну, два, Валерий Михайлович, вот он здесь сейчас пойдет, поиграет. Все. А и Каблеонтин. А они помнят те времена в современнике. А они как-то на свою птичную языке его вспоминают. Дорогой Валерий Михайлович, ты замечательный. Мы как-то так, где начинаем прощание, тем не менее, свеченовать. Мы будем привлекать какие-то, где мы укладываемся, ни в душах, ни в мыслях, ни в голове, что происходит. Ну, буквально, начали лимитировать, Смирь Михайлович, у нас последняя лимитация была 10 декабря. И лимитация была в начале февраля. И это было счастье, радость. Ну, что же говорить. Это личность, уникальный, удивительный, мощный артист, потрясающий, душевный, светлый человек. И перед началом репетиции подошел, я большую ненадобную, чтобы что мне по силам. И я понимал, что есть люди, которые у курса попытались поражать, удивлять. И ему хотелось бы быть по сцене, быть со зрителями, ощущать природу театра. Да мы не относимся тем правильным, самым высоким, самым лучшим в смысле этого слова. И там было одно вопрос со словами, а одна там всем неизвестная фраза. Вот, он попросил именно эту роль, ну, я там соединение перегреваю. Да, там было только одна, две фразы. Это фраза пьяного человека в гостях, это правильно, а вторая, Володя не унывает. И вот эти интонации, мы сейчас, ребята, мы встречались, то есть, вот так, и вот эти интонации, они, они стоят в ушах, потому что от артиста, помимо каких-то душевных его, пролетающих вещей, остается человек интонацией. И Валерий Михайлович, у него была своя человеческая удивительная интонация. Она будет жить и светлопамять потрясающим, удивительным, замечательным человеком и артистом. Валерий Михайлович пришел в этот зал 55 лет назад. В этот зал студенты, школы-студии играли в народных сценах, как тогда и называлось, по сути, массовки. Спектакля «6 июля» по пьесе одной из пьес «Линия Ниана» Михаила Шатрова, постановки Леонида Марпаховского, ученика Мерхольда, воплотившегося за это ученичество Колымой, Лагеряне. Надо сказать, что, несмотря на то, что спектакль, конечно, был пропагандистский, но это было еще время, когда верили в хорошего тренинга. Все, наверное, кто участвовал в этом спектакле, в это верили. А и молодежь, конечно, и мы студенты. Надо сказать, что это была хорошая школа, потому что мы видели, как хорошо играет спектакль, а дальше играет артист. И вы знаете, артисты иногда просто удивляли. Я помню, что была вот такая репетиция, вот примерно столько же было, репетиция была, не про руку, столько же примерно народу сидело в зале, студенты, участники спектакля, которые сейчас не заняты в этой сцене. С остановками шла репетиция, и на сцене был президиум съезда, пятого съезда Совета, проходившего в 2018 году в Большом театре. И это как бы было, волей Марпаховского, сцена Большого театра, это зал Большого театра, вот так был вовлечен зритель, как бы, во все это действие. И одна из героин, противоборствующая Ленину, противостоящая Ленину, Мария Спиридонова, руководитель СССР, вот с СССР не шла в Ай-Па и так далее, и их по приказу Ленина арестовывали в Большом театре. Вот они в президиуме, они вышли в кулису, а там уже их солдатики арестовали. И артист Николай Шабыкин играл одного из СССР, играл, по-моему, у него была одна фраза, Мария Александровна, это спиридон, Мария Александровна здесь арестовали. И вот мы сидим в зале, он выскочил, из кулисы подошел к актрисе, которая играла с СССР, и сказал эту реплику так! Мария Александровна, нас арестовали, что все, кто сидел в СССР зааплодировали. Это было, это, это был шагар. Одной фразой, одной. Валера Хлиенский, студент, был очень похож на воинов, которые сейчас в почетном крае были. Он иногда надевал такую форму. В частности, в спектакле театра «Современник большевики» мы из роты почетного караула в этот спектакль приглашали ребят, которые играли в почетный караул «Вузолея» в этом спектакле, Олега Ефремова, «Современники большевики». И вот иногда какие-то были чрезвычайные обстоятельства рода почетного караула не могла выделить пять человек. Они все были молодчей, были для приятных задействований. Короче говоря, тогда приходилось собственными силами театра играть вот этих молодцов, выученных прекрасно, этого караула Кремлевского. И тогда Валера выручал, во-первых, он надевал форму, и сам был самым главным, самым доказательным об этом. Но он учил еще тех ребят из постановочной части, которые прошли армию, и которые становились актерами на время этого спектакля, играющими почетный караул. И тогда у Монсарея Лейна, вы слушайте, один из реквизитерского цена, один паин вот такой, стоял вот так под предварительством Валера, и упал в обрак, они по порталу стояли, он упал в обрак вот так, раз, и его утащили, скорее, из кулисов, от нервов, от, так сказать, от ответственности. И Валера был невероятно ответственным человеком. Он был, кстати, озорник невероятным. Он играл в этом спектакле большевики гилья, водителя, шофера Ленина. И он рассказывал, приходил, значит, в заседании правительства, и рассказывал, спектакль это был, как случилось, как случилось, что случилось, как стреляли, как Ленич упал. Он рассказывал об этом. Спектакль шел много лет, актеры страшные люди, даже в такой теме, святой, ленинской, иногда что-то случалось, какая-то накладка, и происходили расколы и так далее. А иногда кто-то и провоцировал такие вещи. Ну, какой-то адреналин. Так или иначе, всегда артисты стараются, поддерживаются, стараются. Я помню, как Валера однажды играет роль этого гилья, и рассказывал про то, как Ленин упал. Он вдруг изобразил пластический, как упал Ленин. Это было неожиданно, потому что он раньше делал спектакль. Он так хорошо это показал. Это было неожиданно и так. Все как-то подобрались, оживились. Валера в театре «Современник». В театре «Современник» его пригласил Олег Ефремов. И труппа, которые тогда приглашали артистов только общим голосованием, труппы, большинство голосов. Вот так был Валера приглашен в театр «Современник» после студенческой скамьи. А он был учеником Василия Петровича Маркова и Евгения Николаевна Морес, которые были учениками основателей художественного театра. И самого Станиславского и его сестры Зинаида Сергеевна Соколовой, которая преподавала эту систему Станиславского и практически ее применяла. С артистами не всегда удавалось, а со студентами, с молодежью. Вот она как раз ставила эту систему нами. И практически Станиславский смотрел за ее опытами. И вот такие были учителя у Валерия Кривинского. Так что они были... Если Василий Петрович и Евгений Николаевнов в один раз, были учениками, были детьми творческими Станиславского и Ненировича. Валера внук, творческий внук. А вот у него в спектакле, который сейчас репетирует Сергей Васильевич Шаровач, он выбрал себе одну реплику. Он попросил, чтобы у него была самая маленькая роль с одной репликой. Во-первых, легко одну запомнить, а во-вторых, он понимал, что он был рад участию в хорошем ансамбле актерском. Рад участию. И он был озорник, и он так эту реплику репетировал, что всегда все раскалывались на окружающих. Каждый раз по-разному говорил эту реплику. Валера играл в лучших спектаклях Ни Татьяна Лавровая, Ни Алла Покровская, Нина Дорожина, Ни Людмила Иванова, Илья Мелеводи, и все-все-все-все-все-все. Все очень были рады приходу такого талантливого красавца. И он стал репетировать и сыграл Ваську Пепла на дне. Это был такой эпохальный этап, спектакль театра «Современника». Это, кажется, было второе обращение современника к классике, а то все-все-все-все сошли. Далина Волочек это ставила, и Евгений Стегнеев там играл. И Валера вводился на эту роль после Олега Дали. Уж не помню, чем это было вызвано, производство или необходимость, или просто решили Валерой эту роль еще как-то разнообразить. Хотя Даль играл, как сказал Юрий Завадский, про Даль, что это выдающееся исполнение. А Лена Дали в роли Васьки Пепла. И вот после выдающегося артиста вышел Валера и абсолютно доказательно сыграл эту роль. Его полюбили еще больше, стали надеяться на него еще больше. И правильно делаешь, что они надеялись. Играл Валера и в спектаклях молодого Валерия Фотина. Играл в одном из спектаклей, который шел лет 15, наверное, современники, а может и больше, провинциальные анекдоты. Там он играл в дуэте с Олегом Табаковым. Это был любимый спектакль этих артистов. Они отыграли с упоением. Где только не играли. В шефском порядке. Где-то, бог знает где, иногда на этих шефских концертах в зале было 15 старушек из ЖЭКа. Но играли всегда просто с энтузиазмом, озорством. Это были их любимые роли. Вообще для Олега Табакова Валера стал любимым партнером. И когда Олег Павлович Табаков пришел в современники, кто пришел в художественный театр, из своего подварного театра уже оставил современник, то Табаков позвал Валера сюда. Валера сюда вернулся. Это стало его домом. Уже в буквальном смысле последние 20 лет Валера здесь работал. Прекрасный играл с Олегом Табаковым в спектакле «Последняя жертва». Замечательный спектакль Юрия Еремина с очень хорошим актерским ансамблем. Как всегда с озорством, чуть-чуть со себя, который мог оценить только Олег Табаков, который никогда не раскалывался, не откатил шипы партнеров. И вот это была какая-то их особая игра, такая птичья. Валера потом играл в спектакле «Шинель» Антона Коваленко «По Богу». Я пришел поздно в эту работу, через месяц после того, как начались репетиции, и был ошеломлен тем, как Валера играет человека, сшившего шинель. Этого дедорца «По Богу». Это была репетиция еще, далеко до прокона. Но Валера уже вышел в шерстяных носочках, чтобы, так сказать, окунуться в дом, что это его диалог. При нем была настоящая шлейная машинка «Зингер», которую он научился пользоваться. Это была машинка его друга. И благодаря этой дружбе она попала в художественный театр и стала действующим лицом спектакля «Шинель». Но вот Валера с этой машинкой, он был настоящей какая-то зингеровская машинка, абсолютно подлинный. Такой, ну, такой, такой настоящий. Казалось, что он пахнет этим Петровичем. Я подумал, я страшно зажался, потому что я, я думал, а как же я нагоню, как же я буду соответствовать вот такой правде. Валера очень любили зрителей. Они его полюбили по сериалу. Это были первые советские сериалы, когда они делались чуть-чуть более подробно, ответственно, почти как кино, не с такой скоростью, как теперь. Иногда были очень хорошие работы там актерские, да и часто. И вот Валерийные работы тоже были такие. И его открыл для себя, и его открыла страна. Потом, когда мы ездили в концертные поездки, зритель так радовался, что узнавал Валеру на сцене, который играл какую-нибудь сцену, спектаклю, театру с временем. Но зрители все его с первой секунды узнавали, как любимого киноартиста. И это очень украшало наши концертные программы, его участие. А его присутствие всегда очень украшало и облегчало жизнь всех, кто находился вокруг. Потому что Валера был человеком с замечательным чувством юмора. Замечательным. Он был любимец последней пары. Он никогда на нашем собрании не садился в первый ряд. Там где сидят народные артисты. А он с Сережей Санцовичевым. Вот там в афидиатре, где-то они вдвоем сидели, и комментировали происходящее. С иронией. Ирония была в нем сущая. Валерий сам ирония в том числе. Но он своим юмором, раз он как вдруг скажет что-то, с озорной своей улыбкой, с добрыми глазами привет, что-то скажет, что-то эту капельку юмора добавит. И люди, которые потеряли чувство самоиронии, вдруг встают, так сказать, на свое место. И обретают здравый смысл. То есть, замечательная от него была помощь. Говорил он мало, а если говорил, то подъел и имел свою позицию. А вообще, я сейчас уйду, потому что я могу говорить бесконечно о Валерии. Потому что мы сидели в одной примерной машине, к примеру сказать, и все время вспоминали свою жизнь. И очень часто вспоминали Олега Табакова. И свет, который шел от Олега Табакова, его умение видеть коллег, видеть труп, видеть молодежь, его умение помогать всем. И Валера этим всегда восхищался. И это тоже говорит о Валере. Не все вспоминают, не все вспоминают то, что вспоминал Валера, но добро Валера помнил, добро он умел делать, как он относился к молодым артистам, как он поддерживал, как он радился, как он сиял, когда молодежь хорошо играла, как он умел сказать какую-то мелочь, подсказать и так далее. Валерочка, дорогой, да не верь, понимаешь, что и ты с нами, и это не входит в сознание, что тебя нет. Спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok до свидания. Просто я хочу сказать, что и ребята, с которыми он служил и его помнит, они очень помогают. Пытались помочь, вылечить Валерию Михайловича, и я знаю, что это так. И тут даже спасибо не нам говорили, потому что это родные люди. Я хочу предоставить слово полковнику, представителю почетного караула, Громку Игорь Ивановичу. Уважаемый Валерий Михайлович, дорогой наш друг, еврейтор первой две народы почетного караула, Клевинский Михайлович. Ты прожил яркую жизнь, и в 1961 году, впервые в истории нашего государства участкового встречи гидера Кубинской революции и ведения Красного на Красной Блочке. Ты видел многих гидеров государства. Ты был лицом наших вооруженных сил и представлял их. Мне очень повезло в том, что наши жизненные пути переселись. В 2004 году, когда после хата мы принимали участие в пространстве спектакля «Белая гвардия» и сорок солдат в отчетном караула в массовых сценах в республике гидеров, ты первый подошел и спросил, вы с отчетом караула? И мы ответили да. Ты увидел нас, родни, душой. И с тех пор, с 2004 года, ты был зачислен нами в списке почетного караула. Ты проходил полк, беседовал с солдатами, показывал, вспоминал все те мероприятия, которые ты сам проходил. за это время прошло через спектакль «Белая гвардия» прошло около тысячи солдат в отчетном карауле. И это для них были одни из самых впечатляющих фактов их службы. И ты к каждому мог подойти, пообщаться, обнять по-отечески, по-отцовски даже, и что им это сказать. Они тебя все очень уважали, и мы тем более. Мы даже смогли обеспечить тебе встречу с твоими первыми командирами, которые знали тебя еще молодым, средним юношей, только пришедшим вооруженные силы. Большое спасибо, Владимир Михайлович, что ты для нас был премьером. Но ты остаешься с нами навечно в нашем строю, в строю почетного караула, и мы всегда будем гордиться, что ты был среди нас, и мы тебя знали. Спасибо тебе. Фидель Кастро официальный прием был, и Фидель Кастро мило приезжает, говорит, вот-вот я. Он практически со мной постарался. Фидель Кастро. Он гордился. Гордился этой службой. И, конечно же, и то, что Армагар Николаевич рассказывает про то, как он относился к современнику, к своему первому дому, может быть, самому настоящему, где действительно он вырос как актер. Конечно, это никуда не денешь. Виктор Рыжаков. Сколько лет я называл Валерия Михайловича Валерия Михайловича. А сегодня рождаются весь день. У меня сегодня с момента вот как пришло это известие, почему все время у меня Валера. Ничего не могу с собой поделать, как будто бы этот могучий, большой человек, который всегда, если обнимал, то ты чувствовал, как будто бы вот всю, вот, русскую землю, вот такой вот большой, в этом смысле, души человек, что его объятия и физические, и его невероятной доброты охватывали тебя всего, и ты даже не понимал, что ты можешь испытывать такие вот чувства, как будто это обнимает тебя отец, как будто это обнимает тебя какая-то очень важная субстанция, которую мы называем надгородином. И, конечно же, очень много каких-то вещей, связанных, наверное, может быть не случайно, когда нас объединяли с Валерием Калчевым, с Валерием, наши лучшие воспитанники в школе-студии, и ни одной работы мы вместе так и не сделали, это всегда только фантазировали. И вот момент прошлого года, и Валер наставляя меня говорит, ты знаешь, ты идешь в театр, который был для меня самым счастливым местом в моей жизни. И я верю, что я могу туда вернуться теперь. Думай, потому что все разговоры о наших думах, они, конечно, были ты думай, ты думай. И большой у нас был проект задуман в Московском художественном театре, которого мне, к сожалению, не удалось осуществиться по объективным причинам, и, конечно же, мы думали сейчас о работе в современнике совместной с Валерием Михайловичем, потому что там его есть большие друзья, Виктор Ильич, Владимир Александрович, такие, мне казалось, я даже что-то придумал такое про этих очень важных людей, которые обладают каким-то потерянным качеством на сегодняшний день, какой-то невероятной верой, невероятным уважением, интеллигентностью и скромностью, которой обладал Валерием Михайловичем. Он невероятно скромный человек. И когда Валерием Михайлович говорит о том, что он садился сюда чуть подальше, это в этом и была суть. Я думаю, это не только для того, чтобы поиронизировать и ко всему такому парадному и парадному относился легко, отпуская это от себя. и, конечно же, когда мы говорим о сути артиста в этой профессии, мы говорим о необычайном человеческом качестве, как будто бы он вобрал эту правду, о которой говорил Станиславский, этот алгоритм, что в театре важен человек, человек такой, какой он есть в своей природе. И все качества этого человека говорили о том, что с этим человеком рядом нужно быть, нужно его держаться, говорят. Вот держись этого человека, спасешься, останешься человеком. Вот таким невероятным качеством обладал этот человек, и вот это невероятное его тепло, которое досталось мне и доставалось мне на протяжении двадцати лет. И я грелся рядом с этим человеком, который больше молчал, чем говорил, а если говорил, то говорим его глаза. Невероятнее, он прищуривался и улыбался внутри. И в этом было столько света, сколько веры и настоящей человеческой любви. «Спасибо, Валера, дорогой, вы речайший человек, без которого становится одиноким». «Как-то хотелось бы, чтобы студенты, которые приходят и не знали про культовых актеров, ну во всяком случае, московского художественного театра, про школу и студию, ну вот такого темного предмета нету, чтобы преподавать, а вот рассказывать про кого-то. И так всегда радуешься, когда в зале молодежь, и это слово не подходит к сегодняшнему, потому что я радуюсь, что много молодожи и его учеников, но это правильно. У нас был единственный раз со времена лекторства Олега Павловича полностью четырехгодичный курс ребят из Америки. Это не русскоязычные американцы, это американцы, ребята, которые живут в Америке. И они полностью четыре года учились, что какие-то спектакли были на английском языке, а какие-то спектакли были на русском языке. И Валера поставил заплодный спектакль «Наш городок», это был прекрасный спектакль. Валерий Михайлович абсолютно не ассоциировался с Америкой, знаете, он был русский, а от самого него. Но как же ребята любили его и сейчас приходили от них звонки узнали через Facebook. И некоторые из них остались и живут здесь. Они русские уже. Я хочу предоставить слово Адам Маскин. Здрасте. Я постараюсь коротко, и прошу прощения заранее, если я допущу какие-то ошибки на языке. Русский, как уже говорили, не родной здесь. Он пришел сегодня попрошаться с родным человеком. Я имею отношение с Михайловичем, как студент его из Америки, и настолько сложный курс. Давайте вот так скажем с самого начала. в том числе я, мне кажется сложным, немножко непонятным студентом. Но если был один человек, появился у нас в составе преподавателя, который верил в меня с самого начала и до кассы с этого второго курса, до окончания института, это был Алик Михайлович. Он предлагал мне самые сложные роды, роды, которые, может быть, были больше меня, выше меня, шире меня. Но его веры по вине не было конца. В конце четвертого курса, когда мы стали балладами в Севом Кабачке, у меня распределились переводчики на курсе, кто будет переводить у кого, он отказался от переводчиках, он сказал, что нет, зачем, мне нужно, у меня есть адвок. по Часто думаю я, с чего начинал рейсюм успеха студентам. На творческом пути. С верой в себе, или с каким-то человеком, с каким-то человеком, рядом, который верит в нас. Мне кажется, это цикл, но без вероятного человека, преподавателя, как Федор Михайлович, я знаю, что я не дистикт, а ловил успехов, которые у меня были. И я знаю, что я не один такой. Я не уникальный друг. Он любил каждого его студента. С такой же любовью, с такой же душой. Однажды я поехал к нему на дачу после окончания института, он не держался. Начали обсуждать в работе тогда его новых студентов. Я начал объяснить, что мне не понравилось. Потом я начал объяснить, что мне не понравилось. Шли от событий до событий. Говорили, я действовал. Вот так сидел, скрестил руки, вот так и знакомый паспорт мне говорил. О, как я тебя научил. И мы смеялись. Да, Владимир Михайлович, вы меня научили и не только. Либо вас. Спасибо. Первое слово, которое приходит в голову, когда думаю не о Валере Михайловиче, это слово «веселый». Очень редко я встречаю веселых людей, искренне веселых и умеющих радоваться жизни. Это, с одной стороны, конечно, абсолютно Божий дар, а с другой стороны, это еще и воля человека, который за всю жизнь, которая, разумеется, не всегда была веселой и была трудной, и сумела это сохранить в абсолютно неискреннем виде. И хотелось смеяться рядом с ним и в эти медвежьи объятия упасть, потому что, как уже говорили, он любил обниматься и очень хотелось обниматься с ним и хоть чуть-чуть эту долю радости и веселья получить. Мы с ним играли очень ровно в спектакле «Последняя жертва» отца и дочь. Мы выходили сильно после начала, минут через тридцать, и мы вот в той кулисе стояли, готовились, а мы с Морозом приходили, вот, холодно на улице, снег, и он как бы так взбодривал, чтобы пойти вот так немножко в холодную. И он говорил, слушай, Дашка, что-то я слушаю, слушаю, какие-то они, что-то они завяли, завяли, завяли. Давай их взбодрили. Итак, мы выходили и бодрили. Он бодрил себя, он бодрил меня, он бодрил партнеров и, конечно, бедителей. До самого последнего дня мы виделись незадолго до того, как... Тоже играли спектакли, уже другой, до того, как он попал болеться. Он был веселым. Спасибо вам, Олег Михайлович. Я очень вас люблю. До свидания. До свидания. Как он радовался, когда ученики становились его партнерами здесь, и встречались уже как ковиде, Валерий Михайлович. Хотя... Хотя всегда он видел перед... Валерий Михайлович, это вчера и позавчера он играли спектакли. Весна, отежав, чем вспоминаю его. Это очень, Никодин. А о чем было бы это? Дорогой Валерий Михайлович, любимый, родной, большой, веселый. Для каждого студента театрального училища, большая радость, когда в финале ты выходишь на сцену со своим педагогом, со своим мастером. И вдвойне радость, когда ты выходишь на сцену с таким вот педагогом, как Валерий Михайлович. Он поставил с нами спектакль, профессиональные методы, которые с большим успехом. Пошел на учебную сцену Московского художественного театра. И через какое-то время мы взяли в МКТ. И мы работали вместе. Но даже в тех сфектаклях, когда Олег Михайлович не был партнером, он приходил на педагог. Он всегда был рядом. Он написательно заходил в педагог, говорил какие-то важные слова. Он никогда не говорил. Долго, много. Говорил коротко, но емко. И как-то очень важно. И вот спектакль, который у Василия Васильевича сейчас спектирует. После каждой репетиции, уже перед выходом из театра, Валерий Михайлович останавливает. А что если попробовать на следующий раз? Вот так. Я не утверждаю. Я вот думаю. А если попробовать раздумать эту сцену вот так? А если вот так? Я был удивлен. Я был до сих пор. Я так мало людей, кто принимает участие в чужой жизни профессионально. Ему было до этого дело. Было. Всегда. Любимый Валерий Михайлович. И не верится, и долго еще не поверится. Вы с нами. Вы всегда где-то в зале. Смотрите. И любите нас. До свидания. Ну, он ставил эти анекдоты провинциальные. Потому что они за Рик Павловичем играли. Но так, ребята, и не научились, не вспомнили научились, как выбиваться в Ахмеле. Нам это блестяло. Притом, не было как бы. Выбивали бы. Ой, Господи. Так, это здорово, что ей с каждым подходит что-то сказать. Такого скромного человека. А у каждого биография с ним. С Валерием Михайловичем. Наташа Швец. Здравствуйте. Мне пощипывалось играть только в спектакле с Валерием Михайловичем. И у нас была всего одна сцена совместная. Но на репетициях мы мало пересекались. И что хочу сказать об этой большой утрате. Человеческой, прежде всего. Меня просто потрясло его понимание каждому партнеру. И в частности ко мне. Потому что, репетируя с ним, играя с ним, я понимаю, понимала, с кем я нахожусь на сцене, с кем я общаюсь. И когда он перед каждым спектаклем как-то до меня подошел во время репетиции, он говорит, ты из Крыма? Я говорю, да. Я думаю, боже мой, откуда он знает, что и как у меня? Он перед каждым спектаклем подходил и говорит, ну ты передавай. И каждый раз передавай привет Родине. И каждый раз рассказывал какую-то историю, и как ему дорог. И меня все время удивляло, почему он со мной разговаривает, почему он так внимательно ко мне. Говорилось много про его объятия, действительно такие большие, теплые. Я хочу сказать спасибо Валерию Михайловичу за, конечно, его внимание. Такое человеческое, такое настоящее, знаете, не поверхностное, а по-настоящему человеческое и теплое. Этого будет очень не хватать в театре, этого будет очень не хватать и мне. Спасибо вам за то, что вы такой большой, внимательный, добрый, теплый человек. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Большое спасибо. Валерии Дурушеву. Никакой гражданский. Все это не совсем ярко, хотя необходимо, конечно, все будет раститься. не успела, к сожалению, себе эту храму отнимать, к сожалению, велика. И вот почему спрашиваю. Как только он и заболел, как и возможно, что Валерий Михайлович болеет, мы с ребенком, с моим начальником, каждый день молиться о том, чтобы он быстрее. Ну, Господь вот так судил, что забрал его с собой, к себе. Вот. Я хочу сказать коротко, на самом деле, наша, да, вот светлая память, вечная память. Мы можем сейчас все это, сейчас, сегодня, проститься и забыть. А я хотел бы вас всех попросить, попросить, Господи, ну, если будет возможность, не забывайте молиться. Поехали, я думаю, все. Я ему это не должен, вообще, верующий человек. И такая была история. В Рождественскую ночь, она уже не существовала, как Господу Таташу. Я рассказывал уже ребятам. Ну, был не наступен очень. У меня, как бы, такое, как бы, невидение, не знаю, невидение. Но бегает ко мне Валерий Михайлович, ну, как сказать, в воображении. Обнимает меня, радостно, говорит, что кричит, Олег, Олег, Олег. Радуется. Я подумал, странно. А вот он вот и не стал. Поэтому, Рождественскую ночь или это хорошо, но надо сердце молиться обязательно. И не забывайте, потому что не оставлю. Ну, это очень нужно. Олег Топорецкий. Мне очень повезло. Когда Валерий Михайлович пришел в художественный театр, я довольно часто оказывался его партнером. Он играл в нескольких спектаклях. И тут говорили уже и про то, что он был веселый, то, что он увлекательный, аккуратный, абсолютный. Я очень радовался, когда понимал, что мы вместе. Потому что это же очень не бывает. Трудное и тяжелое время, я веду выпуск спектакля. Он всегда как-то находил такую, ну, в любой момент. Крепетиция, как во время выпуска тяжелого, во время подготовки к премьере, ну, как-то очень снимал напряжение. Потому что одна шутка, одно слово сказанное, уже совершенно все смотрится по-другому. И еще, тут говорили, Артем говорил еще, он был замечательный и удивительно одаренный человек еще в одном. Он потрясающе подсказывал. Это очень великое качество для артиста. Он подсказывал партнерам, молодым. Он никогда не говорил, ты не так, как будешь. Он просто говорил, а знаешь, можно еще лучше. И он мог как-то улучшить одним замечанием, одним просто добавкой какой-то неожиданной. И он был замечательным партнером. Просто, когда я с ним на сцене, было радостно. Когда ты включал на выставку. Потому что, это же очень тяжело бывает. Но он каждый раз ходил по своему разному, правда. И как-то очень азарно и азартно. И этот азарт с возрастом абсолютно никуда не исчезал. Спасибо, Владимир Михайлович. Как-то очень горько. Просто потому, что таких людей очень мало. Спасибо. Световой день, как коротко. Поэтому мы завершаем. Нехилые воспоминания. Дорогой наш Валерий. Есть два автобуса. То желаю память. Кладбище дня. Можете поспользоваться этой возможности. Дорогой Валерочка. Ты прекрасен. Прощай. Спасибо. 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 Спасибо.